всем здравствуйте вы на канале или на франц спасибо что вы со мной и начинаем новый блог я хотела с вами поделиться у меня муж очень любит кукурузную кашу во франции она называется полента полента а я ее не люблю готовить честно знаете почему потому что она постоянно как это говорится бы брызгается пыхает по-русски вот я ее но не люблю готовить но здесь мне сестренка подсказала один рецепт и нам он очень понравился очень быстро и легко особенно у тех у кого нету времени можно приготовить и на утро и на обед и кто кушает как называют углеводы по-французски глюсиды вечером ну что этот разглагольствую часть расскажу берем кукурузную кашу я в нее добавляю две столовые ложки томатной пасты немножечко кто любит подсаливает или добавляет соевого соуса меня спросили не боюсь ли я использовать соевый соус нет не боюсь потому что во франции все это очень проверено то есть сюда не допускаются какие-то плохую то есть не допускают плохую сою и я стараюсь покупать биологическую где написано производство франции и также различные приправки все это заливаю кипяченой водой и ставлю в микроволновку на 3-4 минуты и наша каша готова посмотрите ее можно разрезать французы любят добавлять в эту кукурузную кашу сыр чтобы он там внутри расплался но вообще по ленту они разрезают на кусочки потом поджаривают на сковородке или запекают в печке есть миллион рецептов этого блюда но мы готовим очень просто это конечно рецепт для тех кто не против микроволновки а здесь я готовлю овощи на пару все запотело простите значит у нас тут батат речка и топинамбур я никогда не пробовала топинамбур и тут мы попробовали начали покупать делать на пару он очень похож на аркишоке нам очень понравилось съездили мы в ближайший магазин купили немножечко овощей сейчас я вам по-быстрому покажу я еще быстро здесь все пораспихала так можно сказать не убирала у меня задали задали вопрос как я храню овощи овощи и фрукты храню в холодильнике смотрю по состоянию зрелости я знаю что многие овощи и фрукты не нужно хранить в холодильнике много статей читала но я все-таки смотрю по зрелости если вдруг я вижу что они уже слишком зрелые приходится хранить в холодильнике храню в основном овощи вот таких хлопчатобумажных мешочках я про них уже говорила покупая в биомагазине у кого есть возможность можете сами из хлопка шить такие мешочки ну вот нашла очень интересную своклу она замаринована в ореховом уксусе попробую скажу что это такое она конечно продается как всегда во франции отваренная здесь у нас био огурец да иногда у нас смешно био огурцы пластик запакованы сейчас весь этот пластик нужно будет срочно снять и айсберг салатик мы купили тоже нужно будет пластик снять это такую целую головку большую селери кстати кто любит селери мы очень любим и в супы и тушим и иногда вместо картошки на пару я люблю делать также селери что я вам еще хотела показать и в основном все остальное здесь тоже а я нашла щавель не знаю что я буду с ним еще делать потому что уже чавель от щавеля я совершенно отвыкла знаю что мама делала пирожки я не стряпаю пирожки так что наверно добавлю скорее всего в салат или в суп суп мы делали раньше с отваренным яйцом а в основном все я храню вот таких емкостях стеклянных обязательно стеклянных пластики я ничего не храню еще вам хотела рассказать что сейчас во франции идет такая тенденция то есть пропаганда против госпияжа госпияж это чтобы не выбрасывать никакие продукты и вот во многих овощных магазинах или простых магазинах есть такие или полки или специальные баки где все овощи фрукты которые уже немножко объемые или немножко подвяли или 1 или 2 ягодки например уже подгнивают они и делают за 50 процентов и что вот мы сегодня купили я покажу я их покупаю то я уже все обработала так можно сказать для того чтобы замораживать да я говорил что замораживаю я в пластике единственное что я делаю в пластике это замораживаю слышала что при заморозке пластик не токсичен вот это у нас листовая свекла свекла я ее мою делю на две части вот эту зеленую часть я использую для тушения или в супы а вот эту корешки или как они называют стебельки я использую я готовлю на пару потом подаю с каким-нибудь соусом очень вкусно вот эти два пакетика которые у меня получили стоили всего 35 центов также у нас был огромный пакет такого зеленого перчика я не знаю сколько там было очень много здесь вот у меня даже еще осталось на салатик немножечко и стоил такой огромный пакет 1 евро 10 центов если не ошибаюсь здесь я купила капусточку сейчас я тоже переложу так что вот все я вам рассказала какие у нас покупки были но были конечно еще немножечко и другие но я вам про них не буду рассказывать так как уже сто раз говорила забыла я вам еще что-то показать о жандарм пошел на работу чаю какао трава и бе работой хорошенько я вам хотела показать такой вот прикол сегодня иду в магазин так как я решила постепенно все покупать органическое экологическое в том числе и морщие средства и смотрите какой кондиционер для белья я нахожу все по-русски во франции на французских во французских магазинах на полках все переведено на русском не знаю где они то листок какой-то остановили наверное хотели отправить в россию этот продукт сделано во франции это марка которую мы часто покупаем зеленое дерево и все по-русски мы так смеялись с мужем вот даже у продавщицы спросили все на русском она даже не могла по код бар вот этот просканировать не получается видать точно остановили какой-то сток но все у нас провансе почти лето особенно после обеда утром еще было прохладно а так уже вообще теплота не знаю сколько градусов много а я хотела вам сад наш сад огород показать смотрите у меня муж все высадил это лаванда посадил а вон смотрите как у нас терраса заполняется здесь у нас салатик разный правда он его посадил очень часто надо нам купить какие-нибудь горшки побольше или ящики и пересадить потому что они друг другу расти не дадут на салат это у нас виктория земляника кто как называет ее он сколько красота-то какая уже цветет он даже ягодки уже посчитал мы смеялись вчера а это он не высадил зеленый лук оставили мне место для петрушки и не знаю какую травку мяту может быть куплю еще вот так что я еще раз думаю что мне еще купить так что огороднический сезон в полном разгаре чем меня спрашивали где мы землю покупаем мы сегодня вот ездили в каррефур и купили там вот такой огромный мешок земли 40 литров за 465 а второй такой же мешок был бесплатно ну да где мы здесь землю нам негде накопать приходится покупать но я думаю для 80 литров у нас получилось за 465 недорого у меня спросили что я готовлю чаще всего на ужин вы знаете что я готовлю чаще всего овощи или тушеные или на пару и емли ли я часто картофель нет картофель я ем правду сказать не очень часто я не говорю что не нужно есть картофель просто я считаю что молодой картофель полезен потом уже картофель когда он входит такой период то есть начинает уже стареть там ничего полезного нету он слишком долго хранился но все равно я покупаю картофель моей семье и сама могу позволить себе картофель но чаще всего в обед а вечером я предпочитаю заменить картофель вот например на селюри что я с ним буду делать с головкой с такой большой я сейчас его нарежу тонкими пластами и просто-напросто на ватер вместе с куриной грудкой а потом каждый уже по-французски осезоне то есть будет заправлять как он хочет или каким соусом кто какой соус любит я посмотрю а в самом начале просто на пару но вот как-то так у меня будет просто-напросто сельдерей порезанный курочка не удивляйтесь было две курицы разные одна желтая другая простая во франции часто так и посыпала я укропом ничего больше добавлять не буду потом уже посмотрим когда все приготовится сейчас закрываю и ужин готов мы пошли погулять с мужем и сыном посмотрите сколько нарциссов мы нашли это дикие нарциссы вот такие желтые а там вот посмотрите какая красота это пля вон такие сиреневые и они прям возле нашей казармы ну все мы на прогулку нам соседи сказали что можно найти у нас на холмах дикую аспержу аспержу спаржу спаржу по-русски вот мы сейчас попробуем поискать спаржу и потом ее в яичницу муж мне объясняет что мы нашли два вида розмарина который растет вместе с цветочками фиолетовыми смотрите какой красивый пчелку сними а это белый розмарин куда мы забрались уже он уже автодорога почти это наш канал там пойдемте искать дорогу а я насобирала дикие орхидеи смотрите какие они красивые так что поставлю дома вазочку будет у меня такая красота они ищут спаржу было видно что кто-то уже срезал ну вот придется нам в магазине нашу спаржу покупать муж пошел искать вот муж нашел одну показывает они здесь вот такая она тоненькая но в принципе они должны быть чуть-чуть побольше влад ты тоже нашел мы собирали уже еду айтроплюгром самый конец они должны более маленькие толстенькие они уже переросли добрались мы почти до места назначения куда мы хотели дойти сейчас я вам покажу и будем мы спускаться и вот такая здесь у нас красота близко не буду подходить чтобы не свалится смотрите какие интересные красивые красота близко вот какой ветер надеюсь что вам слышно вернулись мы домой с нашей прогулки вот такую красоту я принесла домой а вот наш урожай нашей спаржи совсем немножечко так что завтра сделаю мужу он захотел сохранить эту спаржу с яйцами то есть с омлетом вот такая у нас прогулка получилась у нас влад моет стол мы решили сегодня первый раз обедать на улице вот муж пришел с работы работы хорошенько владислав а то не будешь кушать на улице ну все придется мне все переносить на улицу так что за работу что у нас сегодня у нас сегодня салатики все наступила теплота теперь в обед у нас будут часто салаты а это свекла с орехами которые я вам показывала сейчас мы ее попробуем ну вот мои мужчины за столом чтобы протерли скатерть еще не нашли но ничего страшного это первый раз по-быстрому так как обед потом все побежим по школам по работам по делам бон аппетит бон аппетит я хотела с вами поделиться простите у меня уже тарелка пустая я доедаю просто забыла сказать вот знаете есть во франции всякие салаты шевром ель то есть растопленный сыр на хлебе это конечно вкусно но все знают что это не очень полезно а вот вы попробуйте нарезать свеклу очень тоненькими пластиками и сверху намазать чуть-чуть филадельфией или каким-нибудь сыром который вы любите это получается так вкусно попробуйте хотела вам показать цветочки которые я насобирала возле казерны смотрите какая красота у меня появилась дома и вот эти баночки это простые баночки из-под десерта из-под йогурта мне так понравилось я их оставила как иногда цветочки некуда поставить маленьких вазочках а так получается даже и модно и стильно и прикольно кстати у нас сегодня сент-патрик это праздник святого патрика жандармерии его очень часто справляют так что мы сегодня с мужем идем и сыном на 40 до то есть на вечеринку где будут все семьи жандармов но не все кто захочет захочет прийти и каждый принесет какое-нибудь готовое блюдо вот мне нужно подумать что я сейчас приготовлю скорее всего они попросили принести или антреи или закуски или десерт может быть я сделаю фруктовый салат вкусно и полезно так что если мне удастся поснимать то поснимаю но так как это жандармы будет и командир сам и вьетнам так что не знаю не обещаю но постараюсь в тихушку просто так не разговаривая для моих подписчиков думала я думала что приготовить мне как десерт на нашу сегодняшнюю вечеринку но французы конечно принесут всякие тортики и пироженки а я решила принести вот такие это называется по-французски шпажки фруктовые шачлычки и нарезала различных фруктов все это быстренько собрала кстати они очень любят сами не готовят фруктов мало едят а когда принесешь что с удовольствием все слопают так что буду я готовиться собираться ну вот мои мужчины готовы мы идем пойдемте ночную козерну я вам еще не показывала вот такая темнота у нас только один наш замок и виден а ничего и не видно а уже чем-то пахнет что-то жарят вот так все здесь происходит все зеленом сегодня а вот что мы будем кушать это приготовили жены жандарма вечер в бурман ну все вернулись мы домой устали я уже тут все такая без макияжа сижу уставшие засыпаю почти все мои мужчины уже спят 25 сон наверное видят вот а я всеми с вами буду прощаться кстати меня многие попросили рассказать как я в первый раз встретилась моей французской тещи но это тоже такая история непростая но если захотите ставьте пальчики вверх буду рассказывать мне от вас нечего скрывать ну все спокойной ночи до встречи на моем канале елена франц спасибо что вы остаетесь со мной пока пока 只ши подписывайтесь на канал developer Yah STEPH У Б А